Не страшен ветреный день, когда возле дома разгулялся большой праздник. Взрослые и дети вместе со сказочными героями Бабой Егой и Красавицей Зимой собрались у новогодней ёлки в общем дворе на улице Святослава Фёдорова. Такие мы мероприятия проводим каждый год. Я считаю, что это для детей радость, так как в буднях мы понимаем, что все уже и подустали, и хочется уже чуда новогоднего. Поэтому мы решили организовать такой праздник. Мы живём в таком чудесном городе, который создаёт для нас благоприятные условия. В нашем дворе есть свет, освещение, такая замечательная площадка, где много детворых приходят сюда на площадку, проводят время, играют, катаются с горки. Поэтому вот так заведено в этом дворе встречать Новый год, провожать зиму. Если ёлку нарядили, значит обязательно будет праздник. Это правило товарищества «Уютный двор» в третьем микрорайоне. Поздравить горожан приехали и почётные гости. Хочу поблагодарить жителей за приглашение на участие в этом мероприятии, этих двух домов. Конечно, поблагодарить депутатов за организацию, в том числе этого мероприятия. Я всячески поддерживаю. То же самое можно сказать и за другой двор, это Наурусова. 14, 12, соответственно, мы поддержим эти инициативы и будем воплощать те проекты, которые люди хотят. Какая ёлка без Деда Мороза? На снегоходе новогодний волшебник примчался вручить детям сладкие подарки. Первый в очереди новогоднее стихотворение читает Серафим Касимов. На празднике он вместе со своей семьёй. Новый год приносит всем людям радость, потому что Дед Мороз – главный начальник всех зимующих. Теперь наша планета будет только радостней. Фейерверк эмоций, искреннее, беззаботное счастье детей и взаимные улыбки соседей. Жители этого двора точно знают. Новогоднее настроение приходит к тем, кто его создаёт. Надо лишь взять инициативу в свои руки. Полина Сергеева, Данил Яковлев, телекомпания «Пытьях.Информ».